Слава Украине! Привет всем от Полонского! С Путиным что-то совсем уже плохо. Значит, смотрите, во время встречи с Эрдоганом, которая, кстати, закончилась ничем, там был очень интересный момент, как Путина готовили к ней, и в каком состоянии он эту встречу закончил. Ну, во-первых, во время встречи, самой встречи, Путину стало плохо. Он не смог встать, он рухнул назад. То есть, когда они с Эрдоганом пристали с кресел, то Эрдоган-то встал, а Путин завалился назад в кресло. Ну и плюс, более трех часов встречи он уже не выдерживает, ему становится плохо, соответственно, встречи, подобного рода встречи закрываются. Еще один очень интересный момент, что сейчас Путина, который встречался с Эрдоганом, значит, во-первых, на нем куча аппаратуры, за спиной 250 врачей стоит, но интересно, что его сейчас очень серьезно гримируют с тем, чтобы скрыть какие-то, возможно, следы возможной болезни. Так вот, его гримируют, знаете, под кого? Это цирк. Его гримируют под собственного двойника. Вот так вот. То есть, раньше двойников под Путина гримировали, а теперь Путина гримируют под двойника, которого используют чаще всего, но на встречах с людьми и так далее, и так далее. То есть, теперь вот этот альфа-мачо является копией собственного двойника. Это охренеть. Можно, уникальный случай в истории, уникальный случай в истории, когда, да, оригинал, если это оригинал, конечно, гримируют под наиболее удачливого двойника. Да, и интересен еще момент. Путина сейчас держат на лекарствах, которые ему позволяют быть более-менее в тонусе некоторое количество времени, но этих лекарств хватает максимум на три часа. Вот. И, собственно говоря, каких-то серьезных переговоров тот же Путин больше не проводит. Везде по максимуму используется двойник. Интересно, кстати, как будет с Ким Чен Ином этот вопрос решен. Почему? Потому что с Ким Чен Ином надо встречаться оригиналу. Оригиналу, блистательный товарищ Ким Чен Ином, он любит поговорить. И как вот этот оригинал выдержит напор Ким Чен Иномский, как он будет у него клянчить оружие, потому что Россия сама ничего не в состоянии произвести в больших количествах, скажем так. Он будет, тут вопрос будет стоять о том, что он будет сильно клянчить, там лазить, облизывать товарищу, блистательному товарищу Ким Чен Ином ботинки, чтобы блистательный товарищ Ким Чен Ином ему плешивому дал хоть какие-нибудь боеприпасы. Ну вот тоже будет такой момент, придется это делать долго. И насколько там вот этот Путин или типа Путин выдержит, посмотрим еще. В любом случае нас ожидают очень интересные новости по поводу здоровья вот этого Путина, либо же двойника, либо же тройника. Короче, там уже черт ногу сломит. Россияне, а за кого вы там вообще голосуете?